В Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что биооружие, которое разрабатывалось на Украине, действует на репродуктированную систему женщин и так далее. Блядь, шутит. Просто, ну, то есть, Дима там резвится. Он же не глупый человек, я его лично знаю. Да, и он прекрасно понимает, кто такой Путин. Путин его воспринимал всегда как ничтожество, как долбоеба. Да, и тут вот он вынужден служить, вынужден крутиться, ради чего там, чтобы денег нажить. Ну, он не бедный человек, уже нажил вроде до хера. Ради того, чтобы детей там устроить и так далее. Ну, в общем, он выполняет ту функцию, которая приведет его на эшафот. Зря он это делал. Вовремя не соскочил. А дальше уже все. Уже поздно. Рогозин заявил, что российская миссия на Марс пройдет без марсохода. Аббасад. Российская миссия на Марс пройдет без космического корабля. Да, Рогозин, представляете, говорит, марсохода не будет, космического корабля не будет. Короче, на весла впадете, как грузины, помните, заявили. Рогозин предупредил о возможном отключении России от GPS. Ну, да, для этого они делали ГЛОНАСС, чтобы, блядь, можно было защититься там. Смешно, да? Сейчас отключат от GPS, и у них даже космический корабль никуда не полетит, потому что все завязано на GPS. Более того, космонавты не доедут просто до Байкону. В текущих условиях может вырасти число радикальных элементов, приезжающих в РФ с Украины. Их важно тщательно проверять, заявил вышедший из штопора алкогольного Медведев. Противодействие распространения фейков о вооруженных силах требует усиленного контроля. Медведев также. Да, сейчас они новые приняли в трех чтениях сразу. Дума приняла закон о фейках про российские организации за границей. То есть тот же самый порядок, так же 15 лет, если что-нибудь про РПЦ за границей напишешь, 15 лет получишь. Чума. Рост криминала в России удается сдерживать, несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию. Медведев. Кто сдерживает Медведев, рост криминала, ты знаешь, придурок Медведев. Интернет сдерживает. Люди сидят в интернете. Сейчас отключите интернет, и ты охереешь, Медведев, бля. Ты придурок, бля. Юрист по образованию, а? Ничтожество. Володин призвал Конгресс США объявить импичмент Байдену. Представляете, что в башке вот этому Володину, бля. Не хуже, конечно, этих разного рода либералов, которые сейчас письма пишут депутатам Госдумы с требованием объявить импичмент Путина. Вот это вот такой же смех. Вот такой же абсолютно. В Лондоне ставился антивоенный пикет у дома российского миллиардера Владимира Евтушенкова. Вот такие дела. Вот этот Евтушенков думает, а я тут при чем, да? То есть, те ребята, которые помогали Путину грабить Россию, которые устроили все таким образом, как это есть сейчас, да? А вы тут при чем? Ну, это просто деньги зарабатывают. Такие зарабатывальщики, бля. Вячеслав может сделать прогноз, как на этот раз закончится приступ у раппатриотизма. Но он плавно перейдет, наверное, в замес друг друга. Понимаете, как у раппатриотизм в данном случае действует. То есть, если предположить, что люди разочаруются, да, там, сдуются, то тогда, в общем-то, они должны быть как-то, ну, превратиться в неких амек. Ну, там же огромное количество вот этой злой, дебильной энергии, про которую либералы пишут. Она же никуда не сдуется. Они не могут превратиться в амек. Значит, они куда-то ее будут перенаправлять, эту энергию. Посмотрим, куда. И наша задача, в общем-то, перехватить и воспользоваться этой злой стороной силы. Темной стороной, да? Помните? Это очень большая сила. Ее нужно перенаправлять. И очень здорово. Продолжение следует...